Мы его рекомендуем, поскольку он максимально быстрый, оперативный и решение принимается тоже максимально быстро. Это обращение в комиссию по пересмотру кадастровой стоимости, которая существует при управлении Росреестра. В эту комиссию входят представители органов власти субъекта Российской Федерации, поскольку кадастровая стоимость определяется по заказу органов власти соответствующего субъекта России. В эту комиссию входят представители оценщиков, в эту комиссию входит представитель филиала кадастровой палаты, в эту комиссию входит представитель собственного управления Росреестра. Вот такая межведомственная комиссия. Предоставляется отчет независимого оценщика, предоставляется заявление, ряд иных документов, перечень которых также можно посмотреть на сайте Росреестра. Обычно решение принимается максимум в течение месяца. Что тоже очень важно. После принятия решения комиссии о снижении кадастровой стоимости, о приведении ее максимально близко к рыночной, заявителю больше не нужно совершать никаких дополнительных действий. То есть вот такая скорректированная сниженная кадастровая стоимость комиссии передается в орган кадастрового учета для внесения в кадастр, а оттуда она уже автоматически попадает в органы, которые осуществляют налогообложение прообладателей объектов недвижимости. То есть обращаться с какими-то заявлениями, писать письма, больше никуда не нужно. Эта процедура по доведению сниженной кадастровой стоимости до органов налоговых происходит по сути автоматически. Второй вариант, куда можно обратиться, это судебные органы. Также готовится отчет независимого оценщика, также готовится исковое заявление, подается в суд. Суд уже рассматривает заявление в соответствии с законодательством Российской Федерации, выносит соответствующие решения. После вынесения решения кадастровая стоимость также автоматически для заявителя снижается как в государственном кадастре недвижимости, так и в базах данных органов, которые осуществляют налогообложение. Продолжение следует... Продолжение следует...